Виктор Фёдорович И Дону Хуану, возможно, собирательному образу, под которым, наверное, были какие-то опоры, стоит в том, что они дали нам язык, на котором мы можем мыслить, на котором мы можем осознавать, на котором мы можем дальше идти и развиваться. И вот следующий наш свидетель, один из крупнейших экспертов в мире практической глубины психологии, в мире гипноза, Владимир Кучеренко, бывший аспирант Виктора Фёдоровича Петренко, человек с громадным опытом практического гипноза. И мы знаем, что некоторые критики Кастанеды аргументировали свою позицию тем, что да, это всё было, всё, что он пишет, но это нереальность, это гипноз, это ему внушили. Внушили очень просто, накормили там чем-то и внушили, и он просто вот и записал всё это. Так это или не так, и что вообще вот в этом мире происходит, связи гипноза, изменённых состояний сознания, что гипноз нам говорит о природе реальности, расскажет нам Владимир Кучеренко. Ну вот по поводу связи слова и того, что мы переживаем, как мы переживаем. Вот был у нас с Виктором Фёдоровичем один очень интересный испытуемый, у которого, как выяснилось, неожиданно во время одного сеанса, оказывается, аллергия была. Он пришёл на сеанс, на эксперимент, и у него была аллергия на пыльцу. Значит, она мешает проводить сеанс. Ну, пришлось убрать аллергию. То есть, ну, понятно, что любые проявления, они имеют некую основу в организме. Здесь должна быть функциональная система, которая обеспечивает функционирование вот таких вещей, как аллергия. Убрали аллергию просто, сделали амнезию на всё, что связано с аллергией. То есть, он просто ничего не мог вспомнить на слово «аллергия». Вот когда до этого внушали, допустим, всё, что связано с зимой, человек не видит. На столе лежат лыжи, лежат лыжные ботинки, пепельницу видит, сигареты видит, зажигалку видит, а всё остальное нет. Лыжная шапка. Вот здесь внушили, что он ничего не помнит, ничего не знает про аллергию. Провели сеанс. Спустя год, мне вдруг стало интересно, на очередном сеансе, как его аллергия? Он говорит, какая аллергия? Я говорю, ну как, какая? Помнишь, год назад мы как раз проводили с тобой сеанс, было цветение. У тебя текло из носа, из глаз, ты был весь красный. Он говорит, не помню. Ну как же, ты же говорил, тебе 40 уколов уже сделали, и уже это не помогает. Он задумался, и через некоторое время он стал краснеть. И пошли проявления аллергии. После этого мы снова провели сеанс и сделали так, что воспоминания об аллергии не будут вызывать саму аллергию. А как сделали, чтобы он забыл про аллергию? Вышли на образ я. То есть, вот поймали момент, когда да, вот как тебя зовут, кто ты такой, вот ты знаешь, кто ты такой, да? А вот сейчас сделаем так, что ты забудешь свое имя, забыл свое имя и забыл все, что с ним связано. Не помнит, кто он, не помнит, что он. Это очень интересный такой эксперимент, который часто используется в гипнозе. Для того, чтобы добиться регрессии возраста. То есть, если человеку можно выключить автобиографическую память, то можно и включить. Можно вспомнить любые моменты детства. То есть, дети вспоминают свою любимую соску, ее вкус, вот все ощущения. Вспоминают свои первые шаги, ползунки, в которых учился ходить. Любимые игрушки, погремушки какие были. Удивительные вещи. Вот когда он смог забыть, когда он забыл свое имя, появилась возможность убрать аллергию. Мы с ним совершили обмен. Сейчас досчитаю до трех, вспомнишь, как тебя зовут, но при этом ты забудешь все, что связано с аллергией. Раз, два, три. Он вспомнил свое имя, но забыл все про аллергию. Вот. Приемы забывания имени, они позволяют добиться трансформации образа «я». Когда человек может побыть Александром Невским, Александром Македонским, Эйнштейном. Вот такие приемы, они выключают биографическую память, но включают память, связанную с объектом внушения. Такого рода мы вещи делаем, когда, например, нужно, чтобы человек успешно сдал экзамен. Мы, вот как в случае, когда мы добивались забывания всего, что связано с зимой или всего, что связано с курением. Здесь мы, допустим, активируем всю информацию, которая связана с знаниями, допустим, по физике. Если надо сдать, скажем, госэкзамен по физике. И человек проявляет невероятные знания. Вот этот наш испытуемый, которому мы убрали аллергию с помощью амнезии. В какой-то момент выяснилось, что он не может сдать экзамен по математике. У него третья пересдача, и он вылетает из института. Математика очень важна была, какой-то такой технический вуз. И мы внушили ему, что он просмотрел у нас учебники. То есть, пролистая учебник, которого никто, кроме него, не видит, да, он чувствует его страницу. Он видит, где что написано, где какая клякса, где какие пометки у него. То есть, здесь включается эдетическая память. То есть, эдетические образы – это когда вторичные образы могут быть даже сильнее, чем образы реальности. Чем первичные образы. И вот все конспекты, все, что он слышал на лекциях. То есть, методика, на самом деле, достаточно простая. Где-то за 15-20 минут удалось актуализировать всю информацию, которая нужна была ему для того, чтобы на третьей пересдаче он получил четверку. Пять ему поставить не могли, потому что это третья пересдача была. Но преподаватель была потрясена тем, что он знает все. Вот. Значит, все-таки тут такая вещь. Володя немножко подзабыл. Ему все-таки дали полистать этот учебник. Но он буквально задерживался, ну, секунды, так сказать, на каждой странице. А потом, что значит, знали все. Когда ему был задан вопрос, то есть, задан вопрос, он начал, он не знал совершенно, так сказать, ответа. Но в голове вдруг всплывает страница. Формула какая-то. Формула. Он начинает эту формулу списывать. То есть, эдетическая память – это, как бы, вот такое фотографическое запечатление. Не то, что ты начинаешь понимать, так сказать, суть содержания, а ты как считываешь, как с фотографии. У меня тоже вот, когда только начинал преподавать, помню, первокурсница на филфате дословно воспроизводила какой-то текст. Я говорю, спрашиваю, ты списала? Нет, говорит, я вот могу посмотреть на страницу и полностью ее заполнить. Кстати, у Лури есть такая маленькая книжка о большой памяти. Это крупнейший нейропсихолог, наш учитель, где человек помнил практически все. Наборы бессмысленных слов, цифр, там, так далее. Но он помнил не то, что он запоминал, так сказать, последовательность этих цифр. Он просто вот этой эдетической памяти видел фотографическую, как бы, картинку и мог считать. Он мог сказать, там, сколько пуговиц на камзоле, там, Петра I, Ивана Грозного, когда он убивал... Кто там убивал сына? Иван Грозный. Но это не значит, что он хранит это в памяти. Он видит эту картинку и просто потом может считать, как бы, эту информацию. То есть такой способ, вот как с этим Мариком, да, говорит о том запоминание. Это запоминание, как, так сказать, как щелкивание фотоаппаратом с набором картинок, да, ты их можешь считать, но ты не понимаешь, так сказать, сути этих формул и так далее, да. То есть преподаватель смотрел, человек правильно писал все формулы, решила, что он просто очень волнуется, и поэтому, так сказать... Ну, она решила, что он очень скромный человек, потому что задает ему какой-то вопрос, он молчит. Пока у него не появится что-то перед глазами, пока он что-то не увидит, какую-то формулу, да. Начинает записывать, преподаватель радуется. Он замечает обратную реакцию, и у него дальше идет еще, 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 а потом целый каскад информации. Больше, больше, больше. И дальше он активно, активно, активно... Она его останавливает. В общем, она гоняла его по всем-всем вопросам, не нашла никаких изъянов. И сказала, что при таких знаниях можно быть и понахальнее. Решила очень скромный человек просто. А на самом деле, он просто... Тогда была весна, он влюбился. И я его просил принести учебники, принести конспекты к нам в лабораторию на эксперимент. А он забыл. И пришлось ему внушать, что он видит эти учебники, видит эти конспекты. Ну, может, какой-то учебник он и принес. Вот, мы просто сравнивали что-то, да, вот, на самом деле он видит эту страницу или нет. Ну, я все это к чему говорю? К тому, что, да, конечно, язык – это великолепный инструмент, но у Кастанеды, например, в каких-то случаях идет такое описание, что когда принимает какой-то напиток, потом чувствует анестезию. Не имеет язык, не имеет губы. Вот, в принципе, когда нам, ну, когда мы хотим сделать забывание имени, да, выключить образ «я», мы, как правило, и добиваемся каталепсии, да, речевого аппарата. Ну, паралич. Вы не можете произнести свое имя, вы не можете произнести ни единой буквы, потом следующий шаг – это забывание, выключение в памяти. Есть такой метод, вот, мне просто приходилось работать в наркологии, в 17-й наркологической больнице. Метод кодирования, подовженка. Там используется хлорэтил. Только не так, как футболистам там на поле ногу поливают, да, а здесь заливают хлорэтил в глотку. То есть, пациент делает анестезию речевого аппарата. Да, там не имеют и губы, и язык. То есть, такой хороший-хороший местный наркоз. После чего у человека наступает глубокий транс. У него вся лента жизни перед глазами проходит. И вот задача психотерапевта, используя этот инструмент, сделать так, чтобы вот зашел один человек, вышел другой человек. Зашел человек с одной судьбой, вышел с другой. Вот теперь он больше не наркоман или больше не алкоголик. У него другая жизнь, другая судьба. Меняется автобиографическая память. Вот, то есть, на самом деле, есть множество разных инструментов, множество разных техник для того, чтобы добиваться каких-то эффектов. Главное, чтобы мы понимали, каких эффектов добиваться, да, чего нам нужно. Зачем нам эти инструменты? Ну, вот, Кастанеда, конечно, прекрасно, чудесно описывает опыт измененных состояний сознания. Мастерски. Красиво, хорошо. Есть разные пути, есть цигун, есть ушу, множество школ, множество направлений. Но это прекрасно, что все это есть в человеческой культуре. И все новое, хорошо забытое, старое. В свое время было увлечение месмером, месмеризм. Психоанализ и так далее, и так далее, да. Вот. Время от времени приходит новая волна интереса, новая волна. Как мода. И здесь, конечно, Кастанеда, это очень яркая, очень яркая и полезная в человеческой культуре фигура. Спасибо. Спасибо. Спасибо.